Первоочередной задачей государства является сохранение здоровья жителей республики, заявил на заседании оперативного штаба Анатолий Бибилов. И только будучи уверенными в безопасности граждан, можно предпринять дальнейшие действия по снятию ограничительных мер. Ни в коем случае нельзя допустить проникновение коронавируса на территорию республики. Пока руководство не будет уверено в том, что в безопасности граждан Республики Южной Осетии, жители Республики Южной Осетии обеспечены, мы шаги, которые бы позволили в какой-то мере проникновению коронавируса делать не будем. Для нас первоочередной задачей является сохранение здоровья наших граждан. Исходя из этого будем предпринимать дальнейшие шаги, которые, может быть, в какой-то степени будут способствовать уменьшению каких-то требований. За время введения карантинного режима предпринимаются довольно твёрдые решения. Однако с уверенностью можно сказать, что подобный подход к проблеме обеспечил всем нам безопасность. Я считаю, что главный всё-таки результат. А результат у нас очевиден. Результат очевиден. На сегодняшний день на территории Южной Осетии нет коронавируса, кроме как в карантине, в медицинских заведениях и в тех местах, где определены и проведены карантинные мероприятия. Многие граждане выражают недовольство из-за ограничительных мер, в частности, в связи с невозможностью беспрепятственно выезжать за пределы республики. Но именно благодаря своевременному закрытию госкраницы мы избежали сложной эпидемиологической ситуации. Каждый из них переживает за своих родных, которые находятся в Российской Федерации, во Владикавказе, в Северной Осетии в частности. Ну и, конечно, понимаю тех, которые хотели бы каникулы провести здесь, на территории Южной Осетии. И у всех такая возможность появляется. И в большей степени эта возможность связана с нежеланием проходить те карантинные мероприятия, которые определены нами. Участники штаба обсудили возможность заезда граждан в Южную Осетию без пребывания на двухнедельном карантине. Президент дал поручение в ближайшее время разработать и представить порядок заезда граждан по справкам о состоянии здоровья и список необходимых медицинских и лабораторных исследований, по результатам которых граждане Южной Осетии смогут въезжать в республику. Анатолий Бибилов адресовал слова благодарности сотрудникам всех ведомств, которые обеспечивают безопасность граждан Южной Осетии. Их слаженные действия не допустили проникновения инфекцией на территорию Южной Осетии.